Сегодня составился онлайн-отчет Акима города Нурмбета Сактаганова перед жителями Семея. В нем принял участие Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов. Напомним, отчетные встречи градоначальника начались 24 января. За это время Нурмбет Сактаганов провел 24 встречи с населением региона. В связи с ситуацией сегодняшняя встреча прошла в онлайн-режиме. Подводя итоги 2020 года, который выдался весьма непростым для всех, Аким отметил положительные темпы роста в большинстве отраслей. Общий объем бюджета города в 2020 году составил 72 миллиарда 700 миллионов тенге, что почти на 8% больше показателя предыдущего года. В ходе выступления значительная часть времени была уделена ответом на вопросы горожан. Одним из самых наболевших вопросов стало качество теплоснабжения этой зимой. Как известно, более 1 миллиарда тенге в этом году власти направят на текущий ремонт котельных. Аким заверил, что к следующему отопительному сезону теплоисточники действительно будут подготовлены. У нас по левому берегу вопросов теплоснабжения нет. Там ТЭЦ и РК-1 имеют 490 гигакалорий мощности в час. Вот по правому берегу были вопросы. Там общая мощность 380 гигакалорий. Сейчас будут проведены ремонтные работы в котельных. И мы увеличим эту мощность до 460 гигакалорий в час. Будут выполнены необходимые замены аварийных участков теплосетей. Также гидравлические режимные наладки тепловых сетей. Также горожане обратились к градоначальнику с просьбой решить проблему работы общественного транспорта, обновить уличное освещение, привести в порядок остановки, отремонтировать асфальтовое покрытие на подвесном мосту. Жители окраин, в частности поселка Степной, интересуют вопрос строительства обещанных школ. В этом году в поселке Степной планируется построить школу на 300 мест. Под ее строительство выделен земельный участок, подготовлена проектно-сметная документация и получено заключение экспертизы. В этом году из областного бюджета выделено 703 миллиона тенге. Строительство начнется этой весной. В онлайн-отчете градоначальника принял участие Акимобласти Даниил Ахметов. Он также подвел итоги года, отметив, что было сделано для города Семей. Особый акцент глава региона сделал на системе здравоохранения области, на которую, по его словам, было вложено 22 миллиард тенге. Часть из этих средств направлена на медицинское оснащение больниц Семея, пополнение автопарка медицинских машин, оснащение двух ПЦР-лабораторий. Даниил Ахметов обозначил для руководства Семея две задачи на ближайшую перспективу. Блестящий, замечательно оснащенный центр или больница скорой помощи должна пройти освидетельствование на международный стандарт DCI. И мы должны впервые получить медицинскую клинику, которая полностью отвечает всем медицинским стандартам. Это нам нужно для того, чтобы сломать свой психологический барьер и сказать, мы это можем точно так же, как смогли больницы Германии, Франции, Соединенных Штатов. Мы это обязаны сделать. Вторая задача, о ней я уже сказал, запустить радиологический центр, сделать его центром самых эффективных онкологических лечений в нашей стране. Дополнительно для перехода на международный стандарт в больнице скорой медицинской помощи Семея будет выделен 1 миллиард тенге. Еще 6 миллиардов для завершения работ в Центре ядерной медицины и онкологии. В этом году идут пусконаладочные работы. С 1 июля, обещает Аким, центр заработает. Что касается обеспечения питьевой водой, то, как отметил Аким, финансирование этой области было увеличено в 9 раз. Только в прошлом году в Семейском регионе было реализовано 20 проектов на 5 миллиардов тенге. В этом году работа будет продолжена. Цель к 2024 году – обеспечить питьевой водой все населенные пункты региона. Сауля Багалиева, Телеканал Семей.